Доброе утро! С вами снова Орел и Решка. Друзья, и сегодня мы прилетели снова в Грузию. И мы постараемся объять необъятное. За два дня мы попробуем показать максимум красот Грузии. Попробуем? Попробуем. Но у кого-то это получится лучшее. А кто же увидит больше Орел или Решка? Сейчас узнаем. Это Марджеба, Грузия. Стоять. Девушка, да и все красиво. В Грузии никогда не пропадет. Два дня. Погнали. Погнали. Грузия. Это потрясающие горы и древние монастыри. Это вино и чача, старинные обычаи и знаменитое гостеприимство. На этот раз мы решили увидеть самые отдаленные уголки страны. Я отправлюсь на север Грузии, к легендарной горе Казбель, чтобы увидеть, как живут настоящие горцы. А я запланировал себе путешествие в колыбель грузинского винотелия, регион Кахетия. А на второй день тоже отправлюсь в горы, в дикую Сванетию. Гамарджобат, Грузия. Мой путь лежит к подножью знаменитой горы Казбек. Добраться туда можно с автостанции Дидубе в Тбилиси. Именно туда мне сейчас нужно доехать на автобусе. У меня в голове каша. Как все успеть за два дня? Так. Когда говоришь Грузия, первая ассоциация – вино. Своё исследование Грузии я решил начать с Кахетии – область, где производится знаменитое ещё с советских времён грузинское вино и коньяк. В Грузии в конце каждого автобусного маршрута дежурят контролёры. Так что с зайцем тут не проедешь. Это станция Дидубе называется. И отсюда отходят маршрутки по всей Грузии. Вот я смотрю на маршрутках надписи, только на грузинском, на русском нет. Я даже не понимаю, куда они направляются. Надо узнавать. Мне нужна маршрутка до села Степанцминда. Сегодня в Грузии абсолютно все надписи и указатели на грузинском языке. Во время путешествия по стране туристу придётся постоянно обращаться к местным за переводом. Извините, пожалуйста, а мне на Степанцминду надо. Степанцминду, вы знаете? Так, понятно. Спасибо. Степанцминду, знаете, маршрутка? Где можно? А, это же. А, понятно. Там где? Причём лучше спрашивать людей постарше. Молодёжь в Грузии русский почти не понимает. Степанцминду, может. Вот, вот, вот. Здесь? Да. А, оказывается, Казбеги это старое название Степанцминду. А с какой стороны заходить? Маршрутки здесь один в один, как у нас. Вот только грузины поступили хитро. И к основным креслам приделали ещё дополнительные. Прямо в проходе. Не хватает ещё пару курочек. Да, полного комплекта и будет, как грузинка в фильмах. Десять, да? Да. Десять пари проедут. А возьмите, пожалуйста. Билет стоит шесть долларов. Ну что, поехали смотреть на Казбег? В конце сентября на дорогах Кахетии можно встретить грузовики, доверху наполненные виноградом. Это первый признак того, что в разгаре традиционный праздник урожая – ртвели. Ортвели в Кахетии – это когда съезжаются все родственники и приглашаются друзья для сбора урожая винограда. Грузины, не будь дураками, сделали из сбора урожая целый аттракцион. Всего за 60 долларов можно самому поучаствовать в празднике ртвели. Сбор винограда – занятие ужасно утомительное. Поэтому владельцы виноградников рады, когда приезжает много туристов. Они сами горбатятся и еще и деньги за это платят. Через полчаса работы туристы уже валятся от жары и усталости. Все ждут, не дождутся второй части праздника – вечернего застолья в гостях у хозяина виноградника. Оно тоже входит в стоимость. Знаете, традиция, конечно, интересная и все такое, но не барское это дело – виноград собирать и тяжести таскать. Вернусь-ка я сюда, к застолью. Вернусь-ка я сюда, к застолью. Вот и поселок Степансминды или Казбеги. В самой Степансминде делать особо нечего. Это маленькая сонная деревушка, где по улицам ходят коровы и бродят лошади. Сюда едут за потрясающими пейзажами. Лучший вид открывается вон с той горы, где стоит храм. На эту гору не ходят маршрутки, так что придется на своих двоих. Главная здесь достопримечательность – это церковь Святой Троицы. В общем, туда-то я и иду. А в остальном тут, конечно, жизнь нелегкая. Как и для местных, так и для туристов. Фух, как далеко еще, боже ж ты мой. Но я дойду. На гору нужно идти полтора часа по крутым тропам. Сначала через поселок. Потом через лес. А потом вообще по какой-то козьей тропке. Добралась. Я это сделала. Ух ты. Вот она, красота, красотища. В этом месте пропадает дар речи. Горы вырастают на горизонте километровыми гребнями. Под скалой крутой обрыв, а на его дне маленькая деревушка. Стоя на скале, как бы париж над долиной. Чувствуешь себя горным орлом. Помните, Высоцкий говорил, что лучше гор могут быть только горы. В Грузии этому веришь, как нигде в мире. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Или ты, или ты, а может все вы вместе видите. В общем, друзья, я сейчас нахожусь в городе, в котором тот самый художник, Ника Перасмани, продал свой дом и купил на эти деньги биллион алых роз для своей возлюбленной. Да-да, тот, о котором пела Алла Бориса Букачева в своей песне. А этот город называется как? Как Вы думаете? Сигнахи. Все путеводители в один голос твердят, что будучи в Грузии, обязательно нужно посетить этот городок. Городок, хоть и небольшой, но не пристал как-то богачам пешком по горам власть. Опа, опа, опачки. Вот это прикольная штучка. Гамарджоба, сколько стоит, ребят? По-русски кто-то говорит? Да-да-да. Оп, сколько стоит? 80. Хорошо. Карточкой расплачиваться можно? А карточкой никого нету. Нету? А где банкомат тогда? Здесь у нас. Банкомат какой? Ну, банкомат, да любой. О, нормально, Джоан. Крутяк! Отлично покататься по такому маленькому городу. Гамарджоба! Еще какие-то 10 лет назад в Сигнахи был раздолбанный деревней, которая ничем, кроме винотелия, не славилась. В 2007 году президент Грузии решил сделать из Сигнахи грузинский Лас-Вегас, казино и другими развлечениями. А еще этот город называют самым романтичным городом Грузии. Говорят, что здесь можно пожениться в любое время суток. Но ни одного жениха с невестой я здесь не встретил. Город какой-то пустынный. На улицах никого нет. Изредка встречаются прохожие. Вах, как красиво! Мне кажется, так все грузины разговаривают. Сегодня Сигнахи больше похож на итальянскую Тоскану или французский Прованс. На реставрацию города потратили больше 4 миллионов долларов. Город преобразился. А вот местные жители остались недовольны. Мол, атмосферу свою после ремонта Сигнахи утратил. Степан Сминди красиво. Но, как я уже говорила, настоящей горской жизни тут не видно. Так что я решила забраться еще выше. В деревню Джута, что на высоте 2400 метров над уровнем моря. Общественный транспорт туда не ходит, а попутки сегодня может и не быть. Здрасте. А до Джуда не допросите? Нет? Нет. Делать нечего. Беру такси. Еще пойти. До Джуда? А за сколько? Сколько дают? Я мало могу дать. Давай. За 35? 35? 35. Ну ладно. Дремя сделаем. все там уже узкая дорога уже пешком надо идти как а я думаю вы меня до джуди сразу везете офигеть и 40 лари вам да за это как-то не очень по-моему выгодно пол для меня спасибо вам добрый человек знаете грузины очень добрый народ но мой таксист мне вообще не понравился как можно было бросить девушку одну в горах я в шоке здрасте даджу ты еще далеко не это недалеко до свидания ребят а наконец-то вот он у джуда Праздник ртвели в разгаре Урожай собран И теперь пришло время давить виноград Ого Пока я катался, ребята уже начали виноград давить Пойду проверю Предварительно виноград Даже не моют и не отделяют от веточек Так вместе со всем мусором Бросают прям в давилку Вот так вот сок-то вино и делается Берется виноград бедрами, ссыпается сюда Тут давится И потом весь этот сок стекает по этой трубе Интересно, куда? Ух ты, прикольно Вот эти вот, на первый взгляд, колодцы Никакие не колодцы, друзья Это глиняные кувшины, которые называются Квеврии, они зарыты в землю По этой трубочке в них Спускается виноградный сок Там он бродит и становится вином Которое мы все с вами Что делаем? Правильно Пьем Чтобы вы понимали, этот погреб Никакая не коммерческая мини-винодельня Такие погреба в Кокете есть в каждом доме Местные заготавливают чисто для себя до 5 тонн вина И весь этот запас выпивают в течение года До следующего урожая Деревня Джута находится высоко в горах Под самыми тучами Она совсем крохотная И живет здесь всего 62 человека Все настоящие горцы Деревня изолирована от остального мира Единственная связь с большой землей Вот такой автобус Он же единственный магазин в Джуте Раз в неделю автобус привозят из Степанцминды Все самое необходимое для жизни Сами горцы Деревню почти никогда не покидают Время уже позднее Добраться в Степанцминду до темноты Я уже точно не успею Так что нужно найти себе здесь ночлег Здрасте А вы не знаете, вот эта гостиница работает? Ну, сейчас закрыта Закрыта? Да, пожалуйста Ну, это капитал закрытый 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 Отлично А где мне ночевать? У меня есть дома Что дома? У вас можно переночить? Да, можно Ух ты Так, хорошо И сколько это будет стоить? Один? Один сорок Сорок лари? Да Сорок лари? Боже мой Так я уже вообще без денег осталась Может за тридцать хотя бы, а? Давайте за тридцать, пожалуйста Господи, у вас дома тепло? Да Слава тебе, Господи Ну, мы же за тридцать пять договорились? Сорок пять Как сорок пять? Вы же сорок говорили? Не сказал сорок пять Нет, тридцать пять Нет, не сказал сорок пять Ох, какой Ну, давай тридцать пять Жадный Так Сейчас мне предстоит узнать, где я буду ночевать Ой Во дворе куча какого-то старья Копный сено Коровы ходят Мда Здравствуйте Очень хитрая, шустрая девочка, но очень будет здесь жить, да? Как здесь? Как? Здесь? Здрасте Вот это тридцать пять Ларик, понятно У вас ухо-тепленько Я так замерзла уже Можно здесь погреться, да? Вот сюда, да? Ой, спасибо Ой, я возле печки Я уже, если честно, шла-шла-шла-шла И замерзла, и проголодалась О, хорошо Да, конечно Такая холупка Хе-хе-хе Тридцать пять лари, мне кажется, это слишком много для такого помещения И это здесь мне придется ночевать за двадцать долларов? Простая бедная хибара, стены из булыжников Плохенькая мебель, старая посуда, посреди комнаты печка-буржуйка Эх, на что я надеялась на высоте две тысячи метров Ой, это что, коровьи лепешечки? Коровьи, коровьи Коровьи Отопления здесь никогда и в помине не было Дров тоже неоткуда взять Так что хозяйка Лиза топит буржуйку коровьими кизяками А для розжига подливает в огонь масло ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Омари Омари, а я тут прям буду спать? Нет Давай, что-нибудь поехали, давай покажи О, давайте, давайте А то я, честно говоря, уже подумала, что я здесь буду спать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У вас кухня отдельно, да? А дом отдельно? Фух, оказывается, мой хозяин Омари Специально для таких заблудших туристов, как я Сдает вполне себе приличную комнату А, ну тут у вас хорошо Так А куда? Сюда Сюда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интерьер в стиле «Мой адрес – Советский Союз» Шкаф Старый диван Две кровати Ковер на стене Сервис даже есть А, ну, тут, в принципе, нормально Я думаю, вы меня прямо на кухню положите Эх, годится А что мне здесь делать? Сидеть, что ли? А, Андрей, где? Тогда лучше на кухню, там интереснее два раза Там телевизор, тепло В горах солнце заходит очень быстро После заката мгновенно начинается дикий холод На ужин Лиза приготовила хачапури с картошкой Мясо здесь едят только по большим праздникам После сбора урожая принято устраивать костер из виноградных лошад На углях делают шашлык из недавно зарезанного барашка С этого момента начинается второй обязательный этап праздника артвели Праздничное застолье И если вам не посчастливилось на нем побывать То, поверьте на слово, вы многое упустили в этой жизни Что происходит? Каждый просто садится, накладывает себе ест Конечно Или как застолье Сейчас тост будет Все мы наслышаны о знаменитых грузинских тостах Они напоминают притчи и могут длиться 10 и даже 15 минут У грузинских тостов мистические корни Это отголосок древних малин Когда-то люди молились перед каждым принятием пищи И сегодня тост – это тоже маленькая молитва Молитва о главном в жизни, о здоровье ближних и о почтении к умершим Ночью тут так холодно, что мороз пробирает до самых костей Так многообещающе Единственный способ согреться – пить чачу Традиционный грузинский самогон Ой, да хватит, вы что так? Между прочим, 60 градусов О, запах хороший Откровенно воняет самогоном Оно почему-то не горькое Интересно, что горцы почти не пьют вино И согреться невозможно, сколько ни пей Я звоню тебе с картошки, понимаешь? О, по-моему светит Вино на таком застолье не заканчивается в принципе Дай бог Нет, лучше бы оно заканчивалось Я правда больше не могу Пойдем, давай, поехали Поехали Хотя нет, оказывается могу Вы обещаете И будете Олежа, я тебя уже не узнаю Тебе, по-моему, все Оп, оп Иди ко мне, друг мой Олежа, я тебя уже не знаю Нам братья убыли Мы 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 Деньги, да? Деньги, да? Олежа 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 Утром 2 дня Я решил покинуть равнину И тоже рвануть в горы В область Званяти Этот такой Огромный Горный регион На севере Грузии Я приехал в исторический центр Сванитии, городок Местия. Грузинские цари во время войны привозили сюда свои сокровища для того, чтобы они были в целости и сохранности, потому что ни одна вражеская армия сюда не смогла добраться. Главная достопримечательность этих мест – бесчисленное количество древних башен. Все они оберегаются из поколения в поколение сванскими кланами, которым принадлежат испокон веков. Знаете, это как у нас принято, что каждый мужчина должен ради сына посадить дерево и построить дом. А тут каждый сван должен ради сына, наверное, посадить дерево и построить эту башню. Даже сами сваны толком не знают, для чего эти башни строили их предки. Но в один голос твердят, что они никогда не были боевыми укреплениями, потому что сваны никогда ни с кем не воевали. Сегодня же их используют как склады, сараи или в качестве загонов для свидетелей. Но все равно выглядят они потрясно. Как я уже говорила, Грузия – это рай для автостопера. Путешествовать здесь безопасно и на дороге подолгу стоять не придется. Грузины вас подвезут на любом транспорте. Подбросишь? Давай. Опа. Сюда? Нет! Куда ты? А, ты поведешь? Хорошо. Ну, мы с Кусиком нормально доедем. Поехали, поехали, Степан. Подвезете? На ногу прямо поставить? Вот так? Опа. Ой, 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 ой. Боже мой. Ой, мальчика. Мальчика. Даже не хочется думать о городе, о какой-то суете. Просто хорошо, мирно. Ой, трактор. Подождите, подожди, трактор. Подвезите, подвезайте чуть-чуть. Наши трактори все осталось. О, да, да. Все. Ну, все, спасибо вам. До свидания. Это сочетание снега идет, и солнце светит. И зеленая трава. Ой, пожалуйста, давай, 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 родная. Ой, слава тебе, господи. Здравствуйте. Ну, вы меня уже хоть куда-нибудь подвезите, пожалуйста. Ой, спасибо большое. Сна. А-а-а. Наконец-то. Фу, я уже так заморзался, честно. Я километра два пешком прошла. Бедный, голодный турист в Грузии всегда может подкрепиться в заведениях Сахинкли. Тут недорого и, наверное, вкусно. Сахинкли – это такие заведения, которые специализируются исключительно по хинкали. Что-то вроде наших пельменных. Здравствуйте. А хинкали можно вас попробовать? Хорошо. А сколько это стоит в хинкали? Шестьдесят хетвей. Один штук. Один штук? Десять. А порция сколько сейчас? Порция десять. Десять вот таких? Ого. Ну, давайте мне порцию целую. Хорошо. Хорошо? Да. А сколько будет стоить порция? Шесть лави. Шесть лави? Шесть лави. Нормально. В тесто для хинкали не кладут яйца. А в фарш кладут уйму пряных трав. Сам хинкали нужно собрать по всем правилам. Сперва делают одну складку из теста, к ней прижимают вторую и так далее. У хинкали должно быть шестнадцать складок. Хвостики у хинкали для того, чтобы их удобно было брать. Их есть не нужно. О, уже готовы. Спасибо большое, спасибо. Пахнет хорошо. На три с половиной доллара наесться можно от пуза. Всем советую. Очень много бульона. Спасибо большое, очень вкусно. Очень вкусно. Самая высокая точка Сванетии – это село Ушгули. 2200 метров над уровнем моря. Это одно из самых высокогорных поселений в Европе. Дорога тут не для слабонервных. Низкие облака. Крутые повороты. Постоянные оползни и камнепады. Но я решил рискнуть и попробовать добраться туда. Друзья, помните, если вы соберетесь в Ушгули, вам нужен джип. Никакая другая машина по этим дорогам вас сюда не довезет. Здравствуйте. А вы сейчас не в ту сторону едете? Да. А вы можете немножко хотя бы меня подвезти? Да? Бесплатно? Спасибо. Ой, боже, а как вам залазить туда? Ой, на КамАЗах я еще не добиралась. Ой, 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 высоко у вас. А, ой, по-моему, я уже приехал. Ой, ой, подождите, подождите, бежите. Мне что-то выходить. А вот тут где-то машина, да? Дмитрий, спасибо вам большое. До свидания. Все, до свидания. До свидания. Фух, так, приехали. Куда идти? Куда? Ну, сейчас разберемся. Проехав 40 километров, я вышла посмотреть на одну из самых известных достопримечательностей. Грузии – замок Ананури. Радует, что вход сюда абсолютно бесплатный. Замок в Ананури – один из самых хорошо сохранившихся замков Грузии. Ну, как я могла проехать мне такой красоты? Замок Ананури – это древний православный храм, обнесенный высокой крепостной стеной. Сегодня тут можно полюбоваться орнаментами. Зайти в старинный православный храм. Можно забраться на высокую башню и поглазеть на храм сквозь бойницу. Но лучше всего пойти на колокольню и обалдеть от местных пейзажей. Замок и сам по себе красивый, но благодаря зеленой воде озера и мохнатым горам вид просто сказочный. Так, ну что, я три с половиной часа сюда ехал. Три с половиной часа, друзья, сумасшедшая дорога, скользкая, идет дождь. Но зато я увидел своими глазами самое высокое поселение Сванов и самое высокое поселение в Европе – село Ужгули. Община Ужгули на протяжении всей своей истории была отрезана от внешнего мира глубокими ущельями и высокими перевалами. Поэтому здесь отлично сохранилась средневековая сванская архитектура. Прямо какое-то кавказское мачу-пикче, елки-палки. Гаммарджоб от Геннацвали «Орел и Решка» в Грузии прячет очередные 100 долларов. В поселке Боржоми прямо напротив бювета с минеральной водой есть круглая клумба с разноцветной плитки. Под ней, приваленная камнем, и лежит бутылка со 100 долларами на случай, если вы останетесь в Грузии без денег. Друзья, давайте быстрее. Найдите 100 баксов и купите себе хорошего вина. Хотя вам и так тут нальют. Чито-гридто, чито-маргаритто. В этот уикенд я впервые побывала в Грузии. И могу сказать с уверенностью – это шикарный вариант для бюджетного туриста. Тут вкусная и недорогая еда, приветливые люди и полно всяких красот. Я уже второй раз в Грузии. И увидел Грузию с новой стороны. За это путешествие я понял, что даже с золотой карточкой двух дней катастрофически мало, чтобы увидеть все, что ты задумал. Зато это хороший повод вернуться сюда снова. На Степан Сминьбе. Ах, как красиво! Вот она, красота! И хватает еще пару курочек. А вы можете немножко хотя бы меня подвести? Что делаем? Правильно. Идем. 35. Самое высокогорное село. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже, чего? Ой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я Марджоба. Ой, Марджоба, Марджоба, где что ты ходишь? О, смотри! Спасибо, как знала, как знала! Ой, ну что, Андрюш, успел за два дня объездить в Грузию? Если честно, нет, но я стараюсь. Стараюсь! Исплыться всех сил! Как я тебя делала? Ты же первый раз здесь? Ой, я первый раз здесь. Я уставшая, я мокрая, грязная. Ну, я очень довольна, мне так понравилось, ты знаешь, я, конечно, тоже за два дня не успела объехать всю Грузию, но зато я добралась до самых ее вершин. И, заметь, без золотой карточки. Молодец, я так рад, у меня так голова болит, догоняй меня, пожалуйста. У меня, кстати, тоже голова немножко болит, так что для меня тоже хрятнуть. Боржоми, это спасение. Спасибо. Продолжение следует...